ребят приветствую на моем канале к сожалению я сейчас провалю задание уничтожения табору лагеря да вот но блин ладно фиг с ним я если честно хотел этот момент пропустить и не показывать как я бегу собственно на базу ну типа чтоб не тратить ваше время вот но не мог как бы я не высказать свое мнение опять же таки я дам доминка не играл насколько здесь все таки все атмосферно блин какое здесь все атмосферное машины вот автобусы такие вот запорожцы москвичи блин смотришь и веришь прям веришь какую игру ты играешь ты играешь stalker мало те такое вообще бывает смотрите как здесь вообще все классно блин подарочек смотрите какой хороший вот аномалии все такое родное вот и я здесь был в деревне какой-то забытой да мне примут нравится и знаете я говорил что моя любимая часть это зов припяти до смотрите как там классно все деревушечка да это вот моя любимая часть это зов припяти ну в принципе тут свободовцы стоят ну блин таких таких текстур ну ну найти очень сложно каких-либо играх знаете вот именно такие текстуры есть у нас многих сараях в некоторых селах до деревнях из досок сделано знаете на быструю руку какая-нибудь сарайчик чтобы туда что-то положить вот такие домушки такие домушках похожих даже люди живут только вход максимально похож кроме что обычно полы нормальные да а все остальное тут уже окна нормальные стоят у людей стенки такие то есть есть у людей в деревнях просто там вот летняя кухня типа того или сарайчика есть заброшенные дома нет выглядят примерно вот так вот как это здание то есть это все не просто так первую часть я видел наверное знаете мало кто видел такую такие рекламы но я видел еще в те далекие времена вот по телевизору до в москве вот видел рекламу первого сталкера о том что она скоро выйдет что ее все ждут и о том как ее снимали ну то есть и делали эту игру вот в украине например рекламы игр не было вообще наверное считалось что ну а зачем вообще делать рекламу игры что за дичь а вот в россии допустим рекламировали эту игру хоть она и украинская но все равно и рекламировали так давайте я чтоб прям налегке-налегке бежать я пожалуй подберу оружие вот и блин тут но текстурки классные ну ну это же наш вазик но е-мое я скажу что я похожие текстуры видел в реальности до заброшенные вазики это не редкость тому у друга на какого-то вашего у бати есть такой вазики он валяется ржавеет вот и вот эти машины тоже бывает можно найти без мотора уже с выбитыми фарами вот той же самая вида там старых колхозах там да вот тоже на спущенных колесах блин такие ну то есть это все мы видели поэтому ну блин видит трактор блин у меня у соседа такой самый трактор блин стоял вот в смт-шки в смт-шки блин блин и поэтому это все ну нет такого в других играх да и даже взов припяти даже взов блин я перевес поймал дампа лет фигово даже взов припяти такого нет как бы что обидно да там есть город припять он прикольный заброшенные там библиотеки заброшенные эти она все выглядит от плюс-минус вот так вот да и это же стандартное здание блин вот эти вот текстуры ты видишь это во всех заводах он в городе запорожье блин и накичка сиот все то же самое такие же самые ржавые ворота и это не заброшенные там работают люди вот визит капли крови крови знаменитый подвес подвис вот ну блин то есть врать не буду эта игра с точки зрения вот прорисовки текстур мелочей мне нравится больше чем за в припяти вот она более такая вот атмосферная и да я жаловался что здесь много локаций но они все разные они не не успевает приезда блин вот эти кирпичи они шикарные блин вот это все это блин в многих даже больницах нынешних да там там сельских или каких-нибудь вот все побито я блин это блин до сих пор есть и в городах даже крупных это все есть то есть не нужно говорить что там где-то это только в некоторых селах или типа в украине или в россии этого уже нету что там все прям везде офигенная там в евро ремонте и спереди и сзади блин даже больших городах заходишь дворы видишь такую самую дичь блин и в киеве блин и в москве побеседы не можно еще дать это автоматы оказывается стоит дороже интересно вот 36 тысяч стоит я продал эти вот вла ну они немножко по-другому назывались раньше по 3000 я пожалуй куплю все таки еще патронов три аптечки сейчас буду рандомить себе аптечек потому что семью аптечками идти смысла не вижу вот мой комбинезон берил он он полностью новенький до долговски наверное я сброшу и свд хуя сброшу понимаю что нам не нужно будет но я сброшу и знаете я думаю бронебойные бесса были не брать патроны с одной стороны на храни мне в палец но с другой стороны как бы тоже нужная штука так подхожу сюда сохраняясь загружаясь и покупаю аптечек я не знаю сколько мне нужна будет аптечек мне такое ощущение что я иду туда на долгую битву сохраняемся загружаемся по 3 аптечки конечно покупать грустно знаете игра была бы лучше если бы здесь например патроны и аптечки были бесконечные а какой смысл если можно перезагрузиться да и получить эти самые аптечки зачем нас меня вот это вот фигней страдать это вот загружаться каждый раз что это что это за прикол или разработчики думают что так никто делать не будет или типа есть такие честные люди которые этим не занимаются типа не буду ничего рандомить блин буду вот честно играть вот что даются то и дается блин не знаю что он мне за информацию дает блин аж интересно взять был не в какую-то информацию но блин чувствую не хочется с бандитами связываться вот если бы вот взять первый stalker да и сделать и ремейки его как обычно делаю да и добавить в него просто технологии которые были в припяти не думая конечно что много кому бы это понравится но ремонт оружия есть моды которые ремонтируют оружие да вот ну то есть кому-то эта идея все таки нравится просто балансировать все и чтоб можно было покупать знаю даже ремонтировать улучшать это неплохая штука может кто-то кому-то не нравится конечно зов припяти только потому что там можно ремонтировать оружие и улучшать его может кому-то действительно не нравится но я считаю что такие фишки можно было бы давать не хватает в этой игре знаете наверно и патронов тоже куплю блин дорого это все стоит конечно вот очень сильно не хватает прибора прибора который можно аномалии высматривать до артефакты искать зов припяти он есть здесь этой штуки нету фиг с ним house пушку можно и не использовать она мне тоже не нравится я слышал здесь есть бульдог вот подствольников некоторых не хватает прицелов разных не хватает конечно как было в зов припяти дробовиков мало и почему-то ограниченное количество дробовиков сам начале игры тоже очень сильно расстраивает дроби много а самих дробовиков мало ну блин такая хрень если честно ну дроби то много вначале ну бегать с двушкой от этой с двухстволкой но это дичь на самом деле дайте ружье нормальная блин ведь зов припяти нам сразу дают оружие блин можно прямо в начале игры найти хороший дробовик много зарядный ну не топовый но хороший много зарядный ну да ты вначале тоже бегаешь с двухстволкой но потом то это все меняется 22 надеюсь хватит мне а патронов 900 перевеса нет но очень близко перевесу а сильно не хватает артефактов на переносимый вес очень сильно не хватает вообще очень многих артефактов конечно тех которые есть зов припяти сильно не хватает здесь да здесь тоже есть неплохие читерные артефакты но вот на регенерацию хп на переносимый вес на уменьшение там кстати не хватает все блокады анаболиков не хватает потом гигель-могеля не хватает но прям очень сильно вот чтобы можно было перетаскивать много оружия да под банками не хватает нормального энергетика как в зов припяти то есть который ты ешь и у тебя просто адски быстро регенится энергия вместо того чтобы как здесь просто восстанавливаешь энергию все ну мне такое не интересно мне больше интересны тут бесполезные они на самом деле эти энергетики на хрена мне восстанавливать энергию мне надо блины не восстанавливать мне нужно регенерировать с большой скоростью да много чего интересного есть в припяти и но чего не хватает здесь безусловно мы баги существует безусловно баги это конечно печалька хотя я скажу что я когда сказал ну там знакомым своим что я мол играю за в припой в шадов чернобыля до тени чернобыля и мне сказали ты гонишь она же невозможно в нее играть она же не играбельна полностью в смысле не равен там столько багов читая не припоминаю там столько баллов а тут остались только конченные стволы дешманские до которые мне даже нет смысла таскать может быть тут конечно есть нормальные но как бы так пойти сдать задание не отрегинился там нпс которому нужно сдать за задание защитили нельзя дождать хреновастенько так у нас есть автомат хороший неплохом качестве сделанный и пойдем по заданию 1000 патронов до сих пор не использовал баг этот который где-то слышал что можно мол напихать в какого-нибудь солдата вражеского напихать оружие да и переносить типа использовать его как сумку может быть как-нибудь попробую так сделать чем дальше мы проходим игру тем круче появляется оружие у врагов это это безусловно минус потому что скажем так взор в припяти там как бы вначале да сложно достать сложно достать допустим патроны натовские да и что касательно патронов меня к сожалению собой нету на винторезда то еще сложнее но их можно купить насколько я помню даже в начале игры вот артефакты намного интереснее все таки как ни крути блин интереснее доставать именно взор в припяти здесь артефакты просто валяются везде ну это такая хрень неинтересная так я тут все зачистил до дальше не шел потому что мне не аптечек не хватало тут вот ребята с эмками до а мощь конечно да блин радиация всегда здесь я забыл что очень агрессивная так ты четыре противника я и даже по-своему меньше боюсь таким оружием и и и и и и У нас один высунет! У нас один высунет! Уживем! Прикрывай! Давай! Спину держу! еще два человека блин убойность конечно вообще очень большая блин убой блин убой а вот кстати идея с собой таскать только одно оружие это очень хорошая была идея потому что еще и таскать с собой патроны на пистолет это не нужно абсолютно блин какое мощное оружие слушайте я не знаю что там за броня у них может у них там броня говно блин что-то я промазал по нём да блин гранатомет гранатомет это очень важно я пока его здесь выброшу но нужно обязательно вернуться оружие однозначно топчик просто тут у нас св дышка и тоже здесь выброшу патроны оставлю в принципе я иду в тайном направлении кстати на удивление в этой локации очень мало артефактов я вот если честно вот иду и не нахожу вообще ни одного прибор мне показывает что там где-то враг но я его не вижу пока что Субтитры сделал DimaTorzok С каким ты оружием был? Двадцать аптечек у меня Разношерстные у нас противники Одни с 5.45 патроном Другие с 5.56 Двадцать аптечек Двадцать аптечек Здоровенный вертолет Опять СВД Двадцать аптечка Проферу Продолжение следует... 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 валов к сожалению нету у противников и поэтому сушить их блин я не помню кто это делает артефакты здесь простые за тысячу за две с половиной и выверт фигня короче а блин это точнее контролер нет это и не бюллер или бюллер а кто кто это делает тут блин вот не помню я помню такую штуку что было у меня пару раз охо У СВД мощное, конечно, оружие Это вообще штука опасная СВД мощные, безусловно У нас ВД очень мощные СВД мощные, безусловно 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 Как мне туда добраться? Здесь, наверное, где-то должен быть проход Вроде проход Да нет СВД мощные, безусловно Ненадежное оружие Раздражает Раздражает Кабаны снайперы СВД мощные, безусловно Страж воли, блин обиднее всего что мне это все нужно а 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 ну снайпера застрелили я их не вижу блин из-за того что я постоянно колбасит блин здесь жесть так ребят я максимально извиняюсь пришлось делать небольшой прерыв день целый и сейчас я буду немножко вспоминать что этот худел так я здесь уже был до окей помню 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 охо ладно а чё я умер у меня жизни было мало или я просто поймал патрон я не сориентировался да нет вроде все нормально просто неаккуратно дошел я понял так вот всегда особенно если особенно если особенно если играл другую игру и вообще не в шутер и разучился стрелять и забыл вообще что делать так надо было сохраниться наверное там какой-то противник еще есть что-то я не въеду так офигеть просто по мне какой-то снайпер стреляет за этих мозговых ударов я если честно даже не могу понять откуда у меня снайпер стреляет ух ты тут какой-то проход есть вот 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 так вот 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 офигеть как ты выжил с выстрелом в голову блин все размазывается я не веду откуда по мне стреляют но там судя по всему свд х потому что сносит она очень много офигеть он просто стреляет так если вычесть отсюда по мне не стреляет ну я его снял он походу не единственный снайпер который там был жизни мне сволочь подъел конечно снайпер здесь стоял и обиднее всего а у вас водах я могу его собрать ну вроде все да по мне какой-то урон проходит слушайте по моему призраки начинают нанесить урон по мне до сих пор то стреляет по моему призраку а а а к сожалению я его там не достану походу это не призраки по мне наносили урона все-таки он это прям свд свд на самом деле не укорочена именно свд у нее свои фишки есть то блин мазила а а блин не поднял дропчик ну и ладно там в принципе патроны скорее всего коих у меня хватает ну наконец-то здесь хотя бы мне не глючит это и блин мозговыми этими импульсами что-то у меня кстати по аптечкам 7 аптечек осталось блин было двадцать с хреном аптечек слушайте я надеюсь у меня 7 аптечек хватит что а а а а а Продолжение следует... 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 Я сюда пришел, да? У нас есть спуск вниз, есть вот такая комнатка. Так, мы здесь были, только не конкретно в этой комнате, а вон там вот. Поэтому спускаемся вниз. Какой-то стрёмный звук. Сохраняемся. 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 Скажите, нахер ты их раскрываешь? Видите, у меня с двух сундуков посыпались артефакты. Нормально откатил его. Считаю, успешно. Максимально успешно. Еще артефакт, видите? У меня тут артефакта уже тьма тьмущая. И некоторые из них даже стоят денег. Эти штуки, по-моему, не открываются, да? Я пробовал. Продолжение следует... Черт, ефакт. ощущение как будто здесь я тоже был ну не прямо в этой комнате а вот он мудак ты кровосос ну я сразу скажу что здесь кровосос и конечно хоть и толстые опасные вроде бы как но не такие страшные как взов припяти там кровососов легче безусловно легче но там они от места знают они вообще вот взов припяти кажется что конечно не так атмосферно отнеслись к локациям да вот как я уже говорил здесь очень все прям по пост советскому сделано все ржавое все заброшенное но прям но очень классно и текстурки часто меняются в отличие от зов припяти да хотя в принципе может быть я уже просто давно звук припяти не играл может там тоже самое просто я как бы сейчас на эмоциях играю и мне кажется что именно все так а на самом деле нет но скажу что взов припяти конкретно вот как я об этом уже говорил я извиняюсь за то что повторяюсь но вот взов припяти каждый артефакт который ты достаешь никаких артефактов а там каждый артефакт который ты достаешь он дается тебе не просто так он не валяется где-то там в углу он какой-то аномалии находится в самой середине с прибором нужно туда идти чтобы его достать а тут принадите факты просто валяются просто валяется как бы это сложный выбор и противники там вот вспомнить там псевдо гиганта когда он первый раз появляется он там в таком положении где вроде бы как все сделано для того чтобы ты победил до дается тебе всякие фишечки вот а первая химера когда тебе нужно ее убить там тоже все это первые бюреры блин ну они-то вообще сидят таких местах где их очень тяжело убить и они там это всегда замкнутое помещение с кучей предметов полтергейсты там здесь же порой те же самых он кровососа убиваешь за счет адского кайта а в зов припяти стараются делать локации так чтобы было максимально неудобно драться против определенных юнитов потому что потом когда ты спавнишь этих же монстров в другом месте в любом другом месте да вот те же самые бюреров они это не тупые их убить легко никуда идут там контролеров тоже яших убивал я счетелил их себе на видяшку и купить ну ну крайне легко а вот когда они в своей стихии это уже отдельный вопрос свои стихии они максимально усилены заскриптованные так идешь такой бесплатная граната опять там я не хочу опять теле сознание смотреть видяшку а а а Ладно, кому я вру? Конечно, я хочу смотреть эти шедевры. Таких вытяжек. Твоя мета тут. Иди до меня. Хе-хе-хе. Кто это говорит? Ну, блин, вокруг нас 19 противников. Это очень печально. 14 патронов. 21. 24. Ничего по сюжету не понял. Что он имел ввиду? Кто бы это ни был. Слушайте, можно спускаться вниз? Да, но только это бессмысленно. Только упал. Зря. Блин. Ну, без ключей печально. В смысле? Чего? 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 Можете такие самые, только с аптечками попадаться. Ну, началось, блин. началось все на получай а блин вы за скелетах уже пацаны и приходили блин нормуль ладно проще с автомата убить а и а а а а а а понятно имеет смысл сохраниться потому что там у него винтовочка такая самая как моя блин как же быстро не убивает пушки у них конечно прокачанный блин начале игры хе-хе-хе-хе лошадзе и и и и и и и и и я гренадёрщик от бога просто офигеть и ночью живой что ли офигеть он псих там я конечно забрасываю его чумошными гранатами просто далеко убежал до и и и и и и Продолжение следует... Ты вообще откуда стреляешь? Продолжение следует... Продолжение следует... Мощные пацаны, мощные... Офигеть, она мощная... Осколки у него разлетаются далеко... Прикрывай, я пошел! Все, ты труп! Граната! Держи от меня! Прижми его! Граната! На! Улучшай! Ты покойник! А где пацанчик со скелетом? Я там ничего-то не понял... И за... А что происходит? Три аптечки осталось! Все, ты труп! Три аптечки... Я понял... Три аптечки... Три аптечки... Три аптечки... Три аптечки... Как они так меня обходят? Сзади вообще не пойму... Три аптечки... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В узких местах от гранат есть и свои минусы... Продолжение следует... Продолжение следует... По идее все он сдох... Продолжение следует... 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 Жесть, их еще восемь Аптечек дали, тоже хорошо Две штучки осталось, аптечки О, спасибо Патроны дают, то хорошо Да зашибись, у них меткость просто, я не знаю Во-первых, двигается тихо Ниндзя, блин, я не знаю, какой-то О, спасибо Продолжение следует... Одно радует, что искусственным интеллектом не огонь. Куда я попал ему, мне интересно. Куда им в руку попал? Чего? Кронты тебе! Тебе! Короче, есть плохая новость. У меня перефес. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... аптечка у меня небольшой перевес аптечка спросите как ты нахрен его увидел вообще во первых у вас графонии хуже на видео чем у меня во вторых миникарту полю и там была точка красная Субтитры сделал DimaTorzok Да, с перевесом двигаюсь. Да, е-мое, еще. Я думал, я всех убил. Твое. Твое. этого я убил через утушил очку короче но это еще не конец мне нужно отсюда еще уйти вебр приказ установить карантинный режим на территории антенн нарушителя режима уничтожать без предупреждения так какое у меня задание военные дерутся там между собой тебя конец Играет музыка 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 Играет музыка